На творческой выставке «Планета мастеров» представлены работы рукодельниц абсолютно разных возрастов и профессий. Вязание и плетение, шитье и роспись – все это является их увлечением. Будучи семилетней девочкой Анна Савельева, благодаря своей бабушке, научилась вязать на спицах. С тех пор и полюбила это занятие. Сложно очень объяснить, но, наверное, это действительно мое. Вот мое, оно меня успокаивает. То есть это нельзя объяснить словами, вот почему нравится. Ты вот просто вяжешь – это какая-то магия. И сразу как-то все мысли из головы уходят. И ты наполняешься каким-то чем-то положительным, спокойствием. И дает силы, какую-то новую энергию на будущий день, что все будет хорошо. Работа рукодельниц очень кропотлива и трудна. А чтобы изделие получилось, главное – иметь терпение и желание. Полина Шевнина научилась вязать с помощью интернета. На изготовление своего первого кокошника она потратила неделю. Для того, чтобы это все держало форму. То есть это вот просто стоит и никуда не падает. И это можно свернуть, положить в карман. И после этого опять надеть на ребенка там или на себя. То есть для этого, для того, чтобы вот эта пряжа так стояла, это нужна подходящая специальная пряжа. Ну и нужны силы, нужно время, нужно желание. То есть это, в принципе, может связать каждый. Анна и Полина подробно рассказали о своем творчестве, показали работы и поделились советами. Выставка получилась небольшой, но очень интересной и занимательной. Хотелось смотивировать людей других к творчеству. То есть вот мы придут, посмотрят нашу выставку люди, да, там, ну, гуляют мимо. Или специально пришли на выставку, да, посмотрели, увидели потрясающие вещи, которые делают люди, обычные люди, своими руками. Причем эти люди совершенно не обучались этому мастерству. Это пришло, вот, как девочки говорили, как-то вот по вдохновению, по наитию. Хочется сказать, что начинать мастерство, начинать творить никогда не поздно. Совсем скоро в библиотеке пройдет мастер-класс, на котором рукодельницы научат азам шитья и поделятся своим опытом. А прийти и посмотреть выставку все желающие могут до 30 ноября. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.